Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование первого послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами рассмотрим 13 главу. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кемвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и гору переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое, дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывается, ему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнуты, знание упразднится. Мы видим, что апостол продолжает тему и говорит о дарах духовных, и здесь звучит в первых трех стихах такая возвышенная форма, заметьте. Апостол говорит, если я говорю языками человеческими и ангелескими, а любви не имею, то я имею звенящие, кем мало звучащие, имею дар пророчества и тайн, так что и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, что я ничто. Раздам тело имение мое, тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Заметьте, какие подвиги. То есть тело мое отдам на сожжение, имение мое раздам, но все это сделаю без любви к Богу и ближнему, то никакой пользы от этого человек не получает. Почему? А потому что человек впадает в тщеславие. Даже можно пойти на самопожертвование вплоть до смерти, но по тщеславию и по гордости. Как вы скажете? Как Иуда Искариот. Пошел и себя удавил. Почему он так сделал? Из-за собролюбия, из-за предательства и по гордости. Поэтому апостол здесь говорит, если я говорю языками, заметьте, он снова затрагивает тему языков, о чем мы с вами говорили в 12 главе. Языками человеческими и ангельскими. И вот, например, харизматическое такое направление, но и 50-нические секты, они говорят о том, что это ангельские языки, что вот эти конвульсии, в которых они бьются, это и есть как раз вот, они получают, изрыгают у себя, они члены раздельной звуки, это как раз есть языки ангельские. Ну, что-то, скажем так, мало похоже на ангельские языки. А что же такое, о чем здесь апостол Павел говорит, и что это за языки ангельские, и могут ли они вообще быть? Ведь ангелы не имеют такой плоти, как у нас, и уст не имеют, как у нас. Но мы знаем, что в Священном Писании ангелы много раз являлись пророком Божиим, и Престой Богородицы явился, архангел Гавриил, и говорил с ней, радуйся благодатный Господь с тобою. На каком же языке он говорил с ней? Не на ангельском, а на обычном, на человеческом. А что же такое ангельский язык? Некоторые отцы церкви говорят о том, что это такой особый язык, который не нуждается в нашем таком вот осмыслении, или логике, или именно изречении звуком. Это такой язык, как бы, ну, скажем, предположим, так, по выражению отцов, как на уровне мысли. То есть они понимают друг друга даже не с полуслова, а с полу вот просто понимание как такового. У ангелов она совсем другая природа. А что же все-таки такое языки ангельские, о чем здесь говорит апостол? Вот у одного из толкователей, у Севериана, есть такое объяснение, что ангельские языки, и с ним можно действительно, и никто тут навряд ли будет спорить, согласиться, что когда, вспомним с вами, когда произошли языки. Об этом описывается в книге Бытие в 11 главе. Там сказано, что сошел Господь и разделил языки. И таким образом появились разные народности в связи с тем, что разные группы людей получили разные языки. И мы знаем из Священного Писания, что из книги Откровения, в частности, что каждому народу Господь представляет своего ангела-хранителя. То есть говорение на ангельских языках, это значит говорение на языках иностранных, то есть на языках какого-то другого народа, не более того. Поэтому есть языки просто человеческие, то есть которым мы рассуждаем, как, скажем, да, говоря там философство, язык поэзии, язык литературы. Это все, язык человеческий, он есть во всех человеках. Но есть языки ангельские, то есть иностранные, которые приезжают всякому народу. Ну, вот такое истолкование я встретил. Но вообще многие говорят, что здесь апостол Павел, просто говоря, в возвышенной форме, он говорит, если даже человеческими языками, говорю, и ангельскими о любви не имею, то есть возвышает форму человеческими, и ангельскими, если я отдам, там, раздам имение мое и тело мое на сожжение, то есть возвышая, возвышенная форма не более того. Можно и так принять, и так. Но на самом деле единственное, чего принять очень сложно, это то, что человек, опять же, повторюсь, из себя какие-то звуки, нечленораздельные слова проговаривает, и это выдавать за языки ангельские. Далее апостол Павел перечисляет и качество любви, по которому можно себя проверить. Он говорит, что можно проверить, как бы так говорит, что можно проверить, есть ли в тебе человек любовь. Сказано, любовь долго терпит. Не просто терпит, а долго терпит. Милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла. Не ищет своего, но вот об этом лучше вообще не говорить, а то, по-моему, люди этим и занимаются всю жизнь. Не раздражается, попробуй меня тронь. Не радуется неправде, а получил, вот так вот ты мне говорил, я теперь заработал. То есть можно себя проверять, есть ли у нас любовь, советую, иногда перечитывать и проверить, сколько в течение дня я долго терпел, милосердствовал, сколько не завидовал, сколько не превозносился, не гордился, и сколько не бесчинствовал, не искал своего и не раздражался. Далее апостол продолжает эту тему, он все-таки ведет одну эту тему, о которой я начал говорить из 12 главы, о языках, то, что произошло в Каринской церкви, неправильное понимание дара иностранных языков. И так далее. Когда же настанет совершенное, тогда-то то отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил. То есть он призывает здесь к здравому рассудку. По-младенчески рассуждал. Я, а как я стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познам. А теперь пребывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Мы видим, что начинает апостол Павел с 12 главы, говорит о дарах духовных, перечисляет их все, ставит иностранные языки как способ передачи благовести на последнее место, чтобы не кичились о незнании иностранных языков. Дальше говорит о дарах любви. И видим, что заключает 13 главу именно тем, что вера есть, надежда, любовь, даже ангельские языки, даже если я отдаю все тело мое на сожжение, все, что бы я ни делал, но если я делаю это без любви, даже если вера моя и надежда моя не имеют главного этого качества, к которому призван стремиться каждый человек, и главного это дара, стяжание Духа Святаго, стяжание любви, то нет в никакой человеку от этого пользы. Поэтому так и завершает 13 главу. А теперь пребывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Продолжение следует...